Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если окунуться чуть-чуть в прошлое, то можно вспомнить, что раньше, в частности, первый канал перед Новым Годом выпускал новогодние мюзиклы. Этакие ремейки, классики со звездами эстрады и песнями внутри. Ну, вернее, даже не ремейки, а пародии. В принципе, некоторые из них, как новогодняя передача, даже были вполне себе. И вот под этот Новый Год идею решил воплотить телеканал ТНТ, сняв мюзикл-ремейк-пародию на иронию судьбы со звездами телеканала ТНТ в главных ролях. Ну что ж, давайте посмотрим, что же из этого вышло. Что-то интересное начинается, кстати, прямо с заставки. Не знаю, задумывали это авторы изначально или нет, но в ней таки есть некий печальный символизм. Ведь раньше в заставке Мосфильма мы видели символ советской эпохи, памятник Веры Мухиной «Рабочая колхозница», символизирующий объединение рабочих и колхозников во имя одной идеи. Теперь же это два инфлюенсера, объединенные общим низким уровнем развития. И я даже не знаю, грустно это или весело. Это печально. Кстати, следующая сцена, отсылающая нас к оригиналу, заставляет сразу задуматься, а не выключит ли этот фильм прямо сейчас? Ну, конечно нет, давайте посмотрим далее. А далее мы видим Павла Волю и Лейсану Тяшеву, которые притворяются главными героями иронии судьбы и пытаются иронизировать над самими собой. Я люблю тебя. Хватит уже об этом везде говорить. Это так выглядит, как будто я тебя заставляю. Ты меня заставляешь. А тебе что-то не нравится? Я должен поехать в баню, провести корпоратив. И если ты 31 декабря пойдешь в баню, то мы расстанемся. А у нас дети, ипотека и нет израильских паспортов. Пусть в баню идет кто-нибудь другой. Короче, после этого диалога главных героев меняют. И теперь это кто бы вы думали? Саша и Таня из одноименного сериала ТНТ. Если ты пойдешь в баню, мы расстанемся. А у нас ребенок. Да че ж с ним с ребенком? Мы не снимем 746 сезон сериала Саша и Таня. И ТНТ нечего будет показывать с 11 утра до 6 вечера в среду, пока все на работе. Кстати, начало фильма выглядит весьма обнадеживающим. Здесь действительно есть нотки той самой самоиронии, но это ненадолго. Главных героев снова меняют. И теперь это Бузова и Батрудинов. Вот тут сюжет уже немного запнулся. Ведь много чего тут будет строиться на шутках «Любит Батрудинов Бузову или нет». ТНТ с этим носятся уже не первый год. Типа «Ой, будет Батрудинов с Бузовой или не будет? Хи-хи, ха-ха». Сука, поймите одну простую вещь. Вообще похую. Да, всем насрать, кроме сценаристов, которые пихают эти шутки в сюжеты. И армии армян, которые продюсируют Бузову. Короче, Батрудинов это новый Женя Лукашин. И он идет в баню. Но только не париться с друзьями, а вести там корпоратив, где мы натыкаемся на хорошую отсылку. Ну, как отсылку. Нам просто напоминает о некогда популярном скетч-шоу «Наша Раша». И вот та самая «Наша Раша» вступает в эдакий симбиоз с еще популярным шоу «Однажды в России». А это региональные чиновники Виктор Харитонович и Азамат Тахирович, которые, не покладая рук, постоянно думают о России. Ах да, это же мюзикл. Поэтому тут будут еще и песни. «Сейчас спою». Ну, например, песня, которая задолбала еще в момент выхода. Но ТНТ под Новый год решил возродить это зло. Кстати, построить херовые декорации, прикрывшись тем, что это типа так и задумано изначально, это, безусловно, нормальный ход. Батрудинов напивается и, как и в оригинале, летит в Ленинград. Тут авторы, кстати, решают подшутить и над оригинальным фильмом. Ну, во-первых, в таком состоянии на борт самолета людей не пускают. А во-вторых, я проверила его паспортные данные, и его нет в списке пассажиров. Так что он никуда не полетит. Что ж, на этом наш фильм заканчивается. Как и должен был закончиться оригинальный фильм «Ирония судьбы». Конец фильма. Ну ладно, ладно. Раз в оригинальном фильме никто на это не обратил внимания, то и мы особо выпендриваться не будем. Ну как, это даже не то, чтобы подшучивание, это этакое перечисление киноляпов. Уважаемые пассажиры, наш самолет набрал высоту 10 тысяч метров и висит на леске. Приятного полета. В самолете Батрудинов ведет себя как типичная пьяная свинота. Жаль, что в стюардессы ему не досталось. Наталья, морская пехота! Ну и вот так тоже, в принципе, нормально. Ты такая красивая. Когда вы пьяные, вы все так говорите. Я сказала, руку убрал. Ты чего себе позволяешь, алкашня? Руку убрал? Руку убрал? Ну и, конечно же, еще немного песен. Зачем мне солнце? Монако. Они оху знают, блядь. Если тебя рядом не в твой взгляд. Среди ярко. Отдельный мир, отец, вселенный ад. Короче, Батрудинов добирается до не своей квартиры. Даже не догадываясь, что она не его. Ну, в общем, история вновь повторяется. В квартиру вскоре приходит и Надя в исполнении актрисы из шоу «Однажды в России». Эй, вы как здесь оказались? Слышите меня? Далее следует немного предновогоднего расизма. Это мой сервант. А зачем вы сюда поставили эту черно-белую фотографию? И приходит кто? Конечно же, и полит в исполнении Киркорова. К вашему сведению, это он. Здравствуй, Наденька. Сначала Яблокова получила удар по лицу, а затем артист оттаскал ее за волосы и начал пинать ногами в живот и в лицо. Вчера Марина Яблокова обратилась в суд с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении Филиппа Киркорова за побои и оскорбления. Стыдно. Стыдно. Ужасно. Держи себя в руках. Я тебя очень прошу, и полит. Он еще и пародист. Ты знаешь, кто я? Ты хочешь скандал сейчас? Ты не знаешь, кто я? Ты хочешь скандал сейчас? Ты хочешь скандал сейчас? А затем ТНТ зачем-то возрождает еще одну давно умершую рубрику из Камзи Клаба. Шоу Сержа Горелого. Предварительные ласки. Ты кто еще такой? Я все объясню. Все мы смотрели фильм «Ирония судьбы» и отлично знаем, что Жене Лукашину, чтобы добиться Нади, понадобилось две серии по полтора часа. Но если бы Лукашин смотрел мое шоу, он бы добился Нади гораздо быстрее и не совершал бы стандартных ошибок. Я айтишник с Еревана. К нам в город столько ваших айтишников приехало. Мне работать негде. Хорошая шуточка, братан. Затем мы видим ультра-комбо из хабалистых баб на экране. Ну, вернее, их образов, конечно. Не хватает только Вали из реальных пацанов, чтобы вселенная нахрен схлопнулась. Представляешь, ко мне в квартиру всякая пьянь из бань попадает. Это квартира проклятая. А я думаю, чё они мне трюшку в центре Питера всего за лям продали? Кстати, шутки шутками, но если вспомнить одну из, наверное, самых плохих комедий нашего производства, «Самый лучший фильм 2», даже там, по крайней мере, попыток пошутить на тему фильма «Ирония судьбы» было поболее. Хотя там, конечно, стебали в первую очередь бегмамбетовское продолжение. Эта квартира обеспечивает нас, алкоголиками из Москвы, на протяжении трёх тысяч лет. Кстати, внезапно в квартиру врывается ещё немного песен, которые, я уверен, бесят абсолютное большинство. Но не спешите затыкать уши, ещё рано. Ведь вот сейчас в кадре появляется персонаж, которого, я уверен, вы так сильно ждали. Бородач, сука, нет! Что ты устроил тут вообще? Это всё из-за ирышки, ребят. Да, его допрашивает Азнабихин из «Реальных пацанов», а Бородач по классике рассказывает свои охуительные истории, которые доебали ещё в нашей Раше. Потом добили выживших в отдельном спин-оффе. А вот теперь они ещё и тут. Но зато есть и плюс. Всё это заканчивается песней группы «Руки вверх». А он тебя целует, говорит, что любит. Тем временем Батрудинов, которого выгнали из квартиры на третьей улице строителей, забегает в дом, где живёт Алсу. Хотел он туда зайти, чтобы подзарядить телефон. Но внезапно попадает в пародию на фильм «Один дома», который, в принципе, ещё даже ничего. Ну, на мой взгляд. Батрудинов возвращается обратно на третью улицу строителей. Идёт в душ, и тут приходят Надин и подружки, вместе с шутками про арабов. «На таких, как ты, принцы с неба не падают». «Наследный принц, трёхсот пятидесяти насыпных островов, Альдемис». «Очко моих свечей». «Чё? Ой, как по-русски эти, цвет моих очей». Смешного в этой сцене только то, что Карибидис сыграл какие угодно уже национальности, но только не грека. Ну и ещё немного классики, конечно. «На тихорецкую состав отправиться». В общем, учитывая то, что дальше подружки Нади улетят с арабами, сюда гораздо лучше подошёл бы кавер от другой легенды, на не менее легендарную песню. «Наташа! Наташа! Ты моё сердце и душа!» Но, к сожалению, вместо этого мы должны были увидеть песню от Бузовой, но видим другой кавер. «Общеизвестный факт. В оригинальном фильме «Ирония судьбы» никто из актёров не умел петь, поэтому вместо них песни в фильме пели профессиональные певцы. Вот и мы не будем нарушать эту замечательную традицию». «Не нравится, что я больна, не фами». Конечно же, после этого просто обязан был вернуться Ипполит. Вернее, не Ипполит, а этот, как его, румын. «Так он болгарик, да? Какая разница?» Да, приходит Киркоров со своими дикпиками. «Господи, как скучно мы живём. Нас пропал дух авантюризма. Мы переставим лазить в окна любимых женщин. Мы сняли дикпики. Как гады эти ваши дикпики взливные?» Ну, конечно же, не только с ними, ещё и с песней. «Ни капли стеснения». «Мне кажется, такая ситуация может произойти только в России». «В новогоднюю ночь такое происходит по всему миру». «Ни полуретен у моря». «Десня вакалявы, подписи синий и...» «Ай, ой, ой». Ну, кстати, то, что весь мир поёт эту песню, не знаю, насколько правдиво это утверждение, но вот кавер песни «Пять минут от клавы Коки» реально может поднять всеобщее восстание. «37 минут, помиритесь в этом саде». Хотя нет, погодите, ведь там далее будет гэг-пародия со вшитой песней Галустяна. Короче, Батрудинов идёт 31 декабря за горошком, которого нигде нет и попадает в игру кальмара. «И тут горошка нет». «Новый год. Все готовят оливье. Подарки, ёлки, горошки». Главной пыткой в которой является реальная пытка, а не весь вот этот ваш нетфликсовский детский сад. Пытать будут той самой песней Галустяна. «Ой, мама, кто это? Вся Иисуса льва золота». Ну, короче, Батрудинов побеждает и получает в качестве приза банку заветного зелёного горошка. Но финал этого фильма-пародия, или, как тут говорят, фильма «Я бы сказала, по мотивам», так вот он будет немножко иной. Короче, тут всё заканчивается хэппи-эндом. «Всё-таки, мне кажется, такая концовка истории слишком аморально. Правильнее для меня было бы вернуться к моей невесте». Киркоров с Надей, Батрудинов с Бузовой. За что, кстати, стоит сказать спасибо, так это за то, что спеть они Бузовой так и не дали. «Я пока единственная, кто не спел в этом фильме свою песню». Вместо этого показали типа тизер того, что будет в следующем году. А именно пародии на фильм «Иван Васильевич меняет профессию». А нет, песня Бузовой так и будет, но уже в титрах, которые всё равно никто не смотрит. Кстати, я не упомянул ещё кое-что. В этом мюзикле, без шуток, принял участие Хабиб. Вы сейчас тоже, наверное, такие думаете, чё, серьёзно? Да, я абсолютно серьёзно. «А студию Алсу Хабиб». Но не тот Хабиб, который может вырубить вас ударом, а тот, который может отправить вас в кому своей песней, не забывая при этом фальшиво улыбаться. «Ягода молитва, о-о-о». Что же можно сказать в итоге? Ну, давайте так. Объективно, это хрень, которую никто никогда, скорее всего, пересматривать не будет. И можно, конечно, нагнать духоты и кричать «Вы суки твари, издеваетесь над классикой!» «Горите в аду, идиоты!» и прочее. Но стоит заметить, что это, во-первых, не ремейк, а пародия. Это стоит учитывать. Во-вторых, это не что-то серьёзное, и даже не претендующее на что-то серьёзное, а некое такое дурачество. И применять к нему критерии серьёзного кино – это глупость. Это ни на что не претендующее предновогоднее трэш-видео. Сказать, что оно прямо вызывает рвотные позывы – нет. Сказать, что оно отлично подходит к новогоднему празднику, мол, пересмотрю с удовольствием на следующий год – нет. Это просто одноразовый трэш, ну, то бишь, мусорный мюзикл-пародия, в котором есть даже пару забавных моментов и отсылок. Но, кстати, есть одно «Но». В версии, которую выгрузили на ТНТ-премьер, нет рекламы, которой было просто в изобилии в версии для телевидения. Думаю, если вы видели это чудо по телевизору, вы не дадите мне соврать. Там реклама была просто каждые две минуты. Единственное, конечно, жаль, что они в этот мюзикл затащили актёров, актрис, всяких певиц и остальных, которые и так постоянно на виду, на слуху. Это же всё-таки пародия ТНТ. Можно было пригласить каких-нибудь старых звёзд ТНТ. Ну, не знаю, Гену Букина, и неужели никто не хотел бы увидеть перед Новым Годом? А я Гена. Ну, типа, Букин. Ну, а так, в принципе, этот новогодний трэш-фильмец на фоне новогоднего застолья не сильно бы и напрягал. Возможно, только у меня такое ощущение сложилось, потому что я ожидал чего-то гораздо более плохого и отвратительного. Чего-то в духе фильма «Зомбоящик», не знаю. А так, обычный проходной трэшачок. Лучше, чем современные голубые огоньки и прочая муть. Тут хоть чуть-чуть, но всё-таки лучше. Что думаете о нём, можете написать в комментариях, а также заглядывайте ко мне на стримы. Там мы смотрим и хорошее кино, и разный трэш, чтобы повеселиться. Чтобы их не пропускать, нужно подписаться на телеграм-канал, который называется «Стримбункер». Ссылка есть в описании и QR-код на экране. А также можете подписаться на мой личный телеграм-канал, где я веду это кейс, свой личный блог. На группу ВКонтакте, на этот YouTube-канал, на второй мой YouTube-канал. В общем, подписывайтесь везде, где вам удобно, и совсем скоро услышимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!